Здарова, ребята! Всем привет! С вами Серега, я на своей пасеке. Наконец-то погода у нас налаживается, в общем, первые теплые дни. Пчелы сразу на облет пошли, немножко, конечно, подголодали. По возможности, где смотрю, даю корма. Ну, в принципе, уже рапс зацветает, они уже понемногу работают, как бы. Ну, в общем-то, на рапсе не работает, но пыльцу носят. Пыльцу хорошо носят, с одуванчиков. И, в общем-то, что сегодня? Сегодня буду подготавливать два стартера, потому что сроки нужно успевать. Неделю назад я уже заметил, и как бы пчелы уже дают добро. Неделю назад заметил, что уже есть наличие хорошего трутового расплода, также наличие трута есть, поэтому будем начинать делать стартера. Для чего они нужны? Нужны они для того, чтобы выводить маток. Значит, в этом году буду прививать карнику и бакфаст. Бакфаст буду у друга брать, очень хороший бакфаст, покажу потом в своем канале. И буду карнику со своей пасеки тоже прививать. Поэтому, ребят, буду работать. Сегодня я покажу вам, как я буду подготавливать стартер, что буду в дальнейшем делать, как правильно его сделать. В общем, все объясню. Предварительно я уже первый стартер сделал, практически я его собрал, осталось в него поместить одну рамку. И сейчас мы этим и займемся, с последней семьи отберем хорошую расплодную рамку, поместим стартер. И далее я все объясню, как я, что дальше буду делать. И вы как бы до себя будете знать, как правильно собирать стартер. То такие дела, в общем. В общем, поехали, ребят. Значит, пчелы, как видите, работают. Но вот рапс уже достаточно прилично раскрылся. В принципе, пчела работает, облеты, пыльцу массово несут. В общем-то, все нормально. Ну, конечно, некоторые семьи, как и сказал я, что немного, конечно, проголодались, так сказать. Поэтому как-то так. Значит, сейчас буду с вами, с этой семьи отбирать последнюю рамку. И буду показывать, что дальше. Второй стартер. В принципе, если показывать нет смысла, все покажу на первом стартере, как я делаю. Ну, и второй так само будет собираться стартер. Вот такие дела. Ну, тут у нас одна из моих крепких семей. И мы сейчас будем ее подбирать. Короче, ППСники просохли, ребят, за сутки. Даже несмотря на то, что погода была дождливая. Дождь высохли. Все отлично. Такие дела. Будем готовить стартер, потому что уже мы отстаем из-за этих дождей. И тут уже даже пчела наверх поднялась. Тут семья конкретно у нас крепенькая. О, все, гляньте. Еще единственное, как строили. Ну, это, конечно, я такого еще не видел. Честно говоря. Вот вам и пчелы. Язык выстроили. Не любят пчелы пустоту. Причем трутовый. Ну, мы его убираем. Язык трутовый нам тут не нужен. Ёлки-палки. Еще и матка тут еще и засеяна. Ну, это, конечно, цирк. Так что, такие дела. Ну, эти не голодают. Напрыск есть. Эти не голодают. Нам от них нужна нужна рамка с расплодом на выходе. Значит, стартер собирается из рамок с расплодом, которые на выходе. Оно видно, когда расплод такой серенький. Пчелка выходит. Ну, в принципе, отложим пока эту. Ну, вот этот вот у нас вроде бы как. Давайте еще посмотрим. Такие вот расплоды. Давайте еще посмотрим. Ну, в принципе, вот у нас рамочка. Я думаю, да, с расплодом на выходе. Вот такая вот рамка. Тут видим молодую пчелу. Значит, забираем вот такую вот рамку. Это у нас будет заключительная рамка в стартер. Стартер у нас собирается исключительно из расплодных рамок для того, чтобы пчелы было много, которая будет в состоянии кормить наши маточники. И кормить она должна их на отлично. По кормам тут все нормально. В принципе. Сейчас главное найти матку, чтобы матку не подсадить. Главное нам не подсадить маточку. Матки что-то я даже и не вижу. Ну, ладно, не суть. В принципе, что-то мне накажется, что она в верхний корпус пошла. Эта матка. Судя по пчеле, которая вверх поднялась, скорее всего, что она в верхний корпус убежала на соматка. В общем, ребят, ладно, показываю я вам. Так. Пчелы работают. Показываю я вам стартер собранный. Вот такой вот стартер. Собираю я его из шести рамок. Все шесть рамок у нас будут расплоднее. Вот это у нас будет заключительная рамка. Вот такая вот она. С расходом. Шестая. Потом у нас идет кормовая рамка. Сейчас вскрою ее. И стартер для выведения маток у нас будет уже готов. Значит, потом потом мы сделаем цоколя. Вот такая вот кормовая рамочка. И одно место у нас остается. Одно место у нас остается для рамки с цоколями. Вот такие вот цоколя будут. Сегодня надо это все сделать. Тут 20 штук. И еще 20 штук я тоже получил. Ну и в общем-то первый стартер у нас готов. Вот это рамка. Вот эти все рамки, кроме вот этой рамки кормовой, у нас все с расплодом. Значит, ничем я не сбрызгивал там, типа росинки. Ну, как бы, знаете, там начинающие пчеловоды могут подумать, что будет драка. Дело в том, что драки не будет, потому что пчелы долго находились в ульях. Сейчас они все в поле. Все улетели за пыльцой. И осталась эта пчела, только которая обслуживает в ульях. Расплод складывает пыльцу. В общем-то. Поэтому, ну и как бы и пчела молодая. Потому что этими делами занимается молодая пчела. Вот у нас уже беленькая, серенькая пчелка. Вот такие вот рамки с расплодом на выходе. Из таких вот рамок я делаю стартер. Значит, какие в дальнейшем мои действия, сюда будет дан сироп, и будет он подливаться каждый день. Вот тоже вот пчелка выходит. Конечно же, часть пчелы какая-то слетит, но слетит, я думаю, очень малая часть, потому что, как я и сказал, в основном спереди, сейчас тут молодая пчела. Ну и, конечно же, эта пчела будет участвовать в кормлении наших будущих маточников. Значит, дал я им, конечно, одну кормовую рамку, но этого мало. Сейчас я еще приготовлю сироп, сделаю цоколя. Пока месь я их все соединю. Потом цоколя поместю. Ну, я думаю, не буду пока рвать здесь наш стартерок, а где-то я их, я не знаю, помещу, где-то, может быть, предпоследнюю рамку тут поставлю. Ну, переживать не стоит, потому что улей у нас теплый, ТППСный улей, и он как бы отлично подходит для того, чтобы в нем выводить маток. Вот и все. Все. И это место у нас для цоколей, для рамки с цоколями. Вот такие дела. Пчелы тут будет очень много, она в скором времени выйдет. И нужно будет срочно уже делать провивку, начинать провивать, потому что по срокам мы, конечно, отстаем. Вот такой вот у нас будет первый стартер улье из ППС в этом году. И будем делать провивку. Нужно будет еще сюда сейчас поставлю, наверное, другого цвета ППСник. рядом и сделаю еще один стартер. Обязательно нужно брать рамочки именно с печатным расплодом на выходе и так, чтобы там не было личинок, потому что пчелы могут помимо маточников отвлечься и тянуть на стороне маточники. Нам это не нужно. Поэтому, чтобы максимально уйти от этого, мы собираем стартер только исключительно на печатном расплоде на выходе. Ну, конечно, по-любому они там могут найти какую-то личинку и с нее на стороне сделать маточник, но мы завтра просмотрим и удалим эти все маточники для того, чтобы они не отвлекались, для того, чтобы они занимались исключительно кормлением тех личинок, которые мы им дадим. Вот такие вот дела, ребята. Вот такой стартер. Посмотрим, как он себя покажет. Я думаю, все будет отлично. Краска у нас высохла. Такие вот дела. Все. Всем пока, всем счастливо, всем удачи.